В Люберцах прошел второй открытый турнир по силовому экстриму «Люберецкая сила». В этот раз в нем приняли участие 9 атлетов. Богатыри из Люберец, Тульской области и Москвы выясняли, кто из них сильнее. Все подробности далее. Турнир «Люберецкая сила» — это пять этапов. Силовая эстафета, фермерская прогулка, колодец, поднятие супергири. Также спортсменам предстояло сдвинуть с места трехтонный автомобиль. За выполнение упражнений участникам начислялись баллы. При этом атлеты поднимали груз в разы, превосходящий их собственный вес. Как правило, стронгие, они более пухлые, можно сказать. Потому что мы не бодибилдеры, нам внешний вид не важен. Для нас важна сила. То есть чем больше мы поднимем, тем лучше. Вне зачета в турнире участвовала единственная девушка. Инструктор по физической культуре Тульского детского сада Ольга Еремюк наравне с мужчинами поднимала бревно весом 60 килограммов и преодолевала 20-метровую дистанцию с тяжелым грузом в руках. Любимое упражнение Ольги – колодец. Поднятие металлической рамы с грузом приходилось спортсменке и сдвигать с места семитонный грузовик. Это было, наверное, года два назад в Туле. Мы тянули там КамАЗ. Но мы не руками тянули, а на спине. То есть у нас была упряжка. Многократный призер и чемпион различных турниров Михаил Бачков с первого этапа силовой эстафеты сделал уверенную заявку на чемпионство. Показал один из лучших результатов. При этом сам спортсмен признался – борьба за лидерство будет вестись вплоть до заключительного этапа, когда предстоит сдвинуть с места автомобиль. Все в равных условиях. В конце дело в том, что пятое упражнение уже будет. Все будут уставшие. Уже будет тяжело, уже надо будет собраться. И на воле вытягивать его будем. После пяти этапов наибольшее количество баллов набрал Михаил Бачков. Он и стал чемпионом турнира. Второе и третье место у люберецких богатырей Владислава Зюзина и Дмитрия Сердякова.